Аудио, аудио, ажамп Фууу, так спешил к вам, чтобы рассказать все про этот минчик сейчас после обкатки Но перед этим хочу вам порекомендовать сервис по кэшбэку ваших покупок с Алиэкспресса и других интернет-магазинов Ссылка находится под видео на ютубе Также там вы найдете много различных ссылок на те запчасти для мотоцикла, которые я либо уже поставил, либо собираюсь поставить Либо даже не для этого мотоцикла, а для любого другого Так что переходите, смотрите, возможно вам что-то понравится из этого списка и вы закажете себе И вернете деньги с помощью кэшбэк-сервиса LettyShops Он 5% с Алиэкспресса возвращает, поэтому чего бы не экономить на самом деле Подписываемся на канал, не забываем ставить лайки, репосты, комментарии Сейчас я буду рассказывать про этот минчик после обкатки Итак, проехала на нем уже 2000 с хвостиком, как раз ровненько 2000, с учетом того, что спидометр грешит наш Ну, про него чуть позже Вот, такой вот аппарат сейчас, в принципе ничего не изменилось Ну как, немножко изменилось, но не сильно Начну с того, что я уже поменял И почему я это сделал Первое, зеркала Я о них давно мечтал О складывающихся еще на прошлом мотоцикле Но почему-то не дошло у меня Не дошли у меня руки их купить Вот Стандартные у меня сломались, я не знаю, даже может месяца не прошло Я один раз мотоцикл уронил Он отломал зеркало Но крепление на ручке выдержало Потом была большая покатушка И там мотоцикл стоял Стоял 5 минут, а потом решил прилечь отдохнуть Вот когда это упало, там уже сломалась ветрозащита эта пластиковая Затем сломалось зеркало Зеркало, походу, не сломалось Сломалась именно резьба в самой ручке сцепления И она так была сломана, что я очковал, чтобы в один прекрасный момент не остаться без сцепления Вот, поэтому я заменил это на новую Сейчас же удобно, уже мотоцикл уже падал Удобно тем, что Ты можешь сложить эти зеркала Они складываются вот так вот И, например, когда ты в лес заезжаешь Ну, можно больше сложить, конечно Когда ты в лес заезжаешь, не нужно их выкручивать То есть экономишь время Ты просто сложил и погнал Эти лопухи туда закрутил, чтобы тебя, например, не слепило И погнал, даже если упадешь То никаким образом они не сломаются Этим удобно Они, кстати, есть под видео ссылка И можете посмотреть, заказать Дальше защита рук Поставил нормальную Покупалась даже не в Китае Но в Китае аналогично Я не знаю, может, там будет пластик чуть херовее Хотя это тоже после пары падений уже начало отслаиваться Ну, хер с ним Поставил эту защиту И, в принципе, доволен Пришлось только ручки обрезать Сцепление и переднего тормоза Потому что эти Кругляши, они мешали Не вырезали сюда за счет этих проставок Ставил на стандартные проставки Чтобы были с той пластиковой Витрозащиты Ну, пока что не отломали Хотя понимаю, что необходимо Сюда поставить желательно металлическую И болты побольше Ну, пока что так и нормально Падал уже, наверное, три раза Даже хочу вам сказать Что вот эти вот защиты Они усиливают руль Один раз я нормально так приложился Но и думал, что рулю, наверное, как обездец Но на самом деле Нормалек поднялся Даже ничего не погнулось Вот это больше как бы погнута защита Потому что здесь больше падал на эту сторону Нормально, нормально держит удар И вполне доволен Затем мы переходим, наверное, к резине Сзади мне стоит МЦ-23 Рокрайдер Митас Который вполне доволен Спереди Е-09 Дакар Митас Тоже, в принципе, доволен Может быть, бы взял даже МЦ-23 наперед Но не было в тот день, когда я приехал Поэтому, ну, взял вот эту вот Не знаю, проеду на другом мотоцикле Устений, который Посмотрю, может, поменяю Если будет намного лучше Хотя, ну, для дураш лучше Зат, чем перед Какая разница Терялись много раз вот эти вот Резиновые защиты Резиновые защиты маятника Я их поставил на силикон Проблема у меня с цепью Постоянно у меня почему-то падает То ли я такой криворугий, то ли что Но у меня уже пришла Пришла, скоро придет, точнее Как называется Это ловушка цепи Как-то я сюда должен Буду приделать Надеюсь, цепь не будет падать Вот Также проблема Вот с этими вот Натяжителями цепи Потому что здесь почему-то Резьба срезается То ли на шайбах, то ли На вот этой вот херне Резьба срезается На самом натяжителе И не потом Быстро выходит из строя То ли, наверное, я криворукий А, про выхлоп Про выхлоп же еще хочу вам рассказать Сменил стандартный выхлоп я Сменил я стандартный выхлоп На кропович китайский Звук мне очень нравится И стал он ехать куда более круто Но это когда все вынимешь из глушака Там три уровня громкости можно настраивать И вот самый последний, когда вынимаешь Он звучит круто Стреляет И что? Едет Ну что стрелять, конечно, надо карбюратор настраивать Но я это даже не буду трогать Заказал себе ПВК Тоже есть по ссылке внизу на Ютубе Если вы смотрите на других сайтах Надо перейти на Ютубе Там уже будет ссылка Вот ПВК заказал тоже 37-мм Почему не ставил ПЗ-30 с ускорительным насосом? Я объясню свою логику ПЗ-30 с ускорительным насосом Берет просто провал сразу, когда вы газуете Ну, это будет, конечно, круто Но не добавит мощи ПВК-30 Как бы, вроде бы, по формам Должен добавить Если попадется нормальный Я не знаю, насчет провала Наверное, провала не будет Потому что мотоцикл наш задушен Изначально Чем? Зажиганием Системой впуска Выхлопом Еще чем-то я уже не помню Я не особый спец Но выхлоп я поставил Уже чувствуется, что он намного лучше едет Надо поменять свечу Вот с Китая заказал С Иридиума какая-то 5 с чем-то долларов Тоже есть по ссылке Переходите Попробуйте заказать Не знаю, придет Посмотрим, может Бля, это Поможет Карбюратор Должен тоже скоро прийти Не знаю, успею ли я К большой покатушке Будет 1 числа у нас И Будет покатушка 15 Вот И Что я хотел рассказать Да, не знаю Успели ли я это поставить Но надеюсь, успею поставить Заднюю звезду Задняя звезда На 46 звезд Передняя на 17 Соотношение Звезд получается 2,7 Маленькое Желательно поставить тройку Чтобы была и скорость И Тяга Поэтому Вот я посчитал Надо 51 На 51 На 51 звезду поставить Либо на 50 Не знаю, какие есть Сегодня Вот Запишу Сделаю Смонтирую ролик Померю Вот эти все Посадочные отверстия И, наверное, сгоняю Куплю себе звезду Поставлю Нужна, наверное, влезть сюда Не знаю Еще вопрос С этой цепью стоит Миллион Дидовская 428 Стоит Которая В принципе Смазывать не надо Сальникова И только раз Там Сколько В месяц Например Протирать от грязи надо Но на миллион стоит Я не знаю Может в следующем месяце Поставлю Хотя это уже Видите Она где-то наполовину Даже может чуть больше Процентов 60 Уже растянулась Я 2000 проехал Ну Надо уже менять Вот Что еще рассказать Немного гнул Эту лапку Ну Вроде пока держится Хотя Тоже говорят Что нам Херовое Желательно бы Поставить Ну Может поискать Тоже на Алике На будущее Руль Конечно Мне кажется Тоже надо будет Менять Хотя Я пока что Не погнул По счастью Спасибо Спасибо Всевышним силам Но Надо будет Менять На Алике Нашел за 15 баксов Алюминиевый Вроде С хорошими отзывами Мне самому интересно Надо будет заказать Поставить На китайский мотоцикл Китайский руль Бардачок с инструментами Бардачок с инструментами Здесь я вообще ничего уже не вожу Эта крышка Постоянно отваливалась Мы один раз были на эндуропокатушке Ее вообще посеяли Потом Следующий день едем Ее нашли Я сейчас ее прикрепил Но сейчас крышка открывается Там ключи вываливаются Мы Когда на кроссовой трассе гоняли Все ключи посеяли Потом ходили Собирали По всей кроссовой трассе В целом впечатление Отличное Многие Ко мне каждый день Буквально вконтакте Либо где-то так спрашивают Стоит ли покупать Этот мотоцикл Стоит ли его брать Как первый А как же там будет Ай-яй-яй Там тролли валить И летили В общем Спустя 2000 километров на этом И прошлый сезон на X200 Стоит брать Он едет лучше чем X200 Он их сделает Посмотрим На 4seasons Возможно я буду участвовать На соревнованиях Посмотрим Там будут Иксы стопудово Там будут Балтмоторсы 200 И может какой-нибудь еще Я посмотрю Как он Будет ехать Если я буду принимать участие Надеюсь Я буду принимать участие Надеюсь Я успею его Протюнить полностью Вот Посмотрим Как он по сравнению С другими Как он это будет Ехать Не знаю Так вот К чему я Проехал Вот это вот Расстояние И Могу сказать следующее Что его стоит брать Стоит брать Как первый мотоцикл Один сезон Откатать И там уже Переходить на другой Какой-нибудь уровень Либо там Не знаю Может вам этого хватит Смотря для каких целей Естественно Он не для харда Он не для песка Потому что В песок заезжаешь Все На первой передаче Оборотов не хватает Он Медленно ездит На Второй передаче Ну На второй передаче В принципе нормально Но Не всегда Мотор может вытянуть То есть Надо мощность увеличивать Различными способами И тогда уже смотреть Вот Поменяю эти все звезды Там Проливали Летели Посмотрим Может быть уже Станет И для песка пригодим А так В лесу он дурит Покатушки Бака хватает На 250-295 литров Это исходя Из реального опыта Людей То есть В зависимости Как ехать Поэтому Проблем с дальними Покатушками Нету Идеальный Мотоцикл Для вот таких Покатушек Потому что У нас Был Например С нами катался Рейсер Рейсер Так у него там Если он будет нормально Жарить 120 км Ну вы представляете Вы поедете По катушку Как мы Ездим 300-250 км В лес Одна-две заправки И то есть Вообще В натяг Приходится потом У квадров Сливать Просить Чтобы залили Ну А этот Едешь себе Заправил И забыл То есть Таким образом Я не знаю Что изменится Когда карбюратор Поменяю Конечно Наверное Увеличится Расход Но на сколько Я без понятия Вот Опять же К чему-то я Стоит брать За эти деньги За 1400 долларов Но я не знаю Что можно найти Бля Многие там Мне Прям слюной Грыжали В форме Что Почему ты не взял Японца Почему Этого Корча Дохлого Ну Видимо Люди не понимают Что для разных целей Покупается Конечно Кому-то сразу Кросс Давай И все Там Вали по полной Ну мне не интересен Кросс Да Он круто едет Но ты на нем Не выйдешь Ни в город Только по трассе Лес Ну Каждому свою Я не исключаю Что в будущем Может у меня будут Кросс И софт эндуро Может быть Да Подрасту Пойму Не знаю Дорасту до этого уровня Этот мотоцикл Хороший Для Начинающего уровня Ну Вот я пересел С X200 Я доволен Не вижу ничего плохого Можно конечно И нужно Потом будет Сменить его На японца Но японца Вы понимаете Что вы купите Нормального Даже Не знаю 2000 года Или 2002 Что-то например По Хонде XR250 Но она будет 3000 И у нас найти В Беларуси Это вообще нереально Что-нибудь хорошее Ну Может быть Очень редко В России Упилки Остались Либо тоже надо искать Ну Как бы Если вы готовы Ехать в Россию Куда-то Искать за мото Ну тогда Это ваш вариант Либо Заказывать Напрямую С Японии С Аукциона И ждать Месяц Ну Либо В зависимости От того Как быстро Фирма Вам привезет Вот Самый Мне кажется Верный вариант Когда С Японии Закажешь Он приедет Аккуратненький Там люди Его используют Не для Эндуро Покатушек В основном А для города Поэтому Мне кажется Такой вариант Наиболее Подходящий Посмотрим Может быть Может быть Звезды Сойдутся И Получится Мне поменять Его Вот В целом Вроде Все рассказал Не знаю Пишите в комментах Может Что-то забыл Но буду Дополнять Максимальная Скорость Которую Я На нем Развивал В общем Здесь спидометр Трынзит Едет 125 По спидометру По GPS Здесь будет 110 Вот Писали Люди Что До 135 Разгоняли Но Может быть Они Ошиблись До 125 Поэтому Где-то Скорость Максимальная С горочки 115 Пойдет На Стандартных Звездах Вот Поэтому Как мне кажется За 1400 Купил Его Можно Ушатывать Тюнинговать Как хочешь Там Вообще Не жалко Как мне Но Будьте готовы Что вы Купите Стандартный Нужно Будет Вложить Около 300 Баксов Чтобы Его До Нормального Уровня Прокачать Если вы Конечно Не рыбак И вам Пофиг Вообще На все Лишь бы Доехать До этого места Аккуратненько Половить рыбку Но если вам Надо Для развлечения Больше мотоцикла То Рано или поздно Вы придете К тому Что вам Нужно будет Звезды Менять Выхлоп Резину Бла-бла-бла И Короче Это Поехали 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 Вот Очень эмоционально Рассказываю Прям Непривычно Для меня Поэтому Поэтому Не знаю Понравилось Ставьте лайки Репостите Это видео Я ждал До долгого момента Когда Катка Уже пройдет Когда Уже Можно будет Наваливать Блин Ну Все Пока Поеду Гонять